Здравствуйте, с вами Влад и новая авторская история моего канала «Так не бывает». Солнце кланялось к закату, и красные отблески солнечного света отражались в оконных стеклах родильного дома, колыбели жизни. На улице под окнами здания стояли новоиспеченные отцы и выкрикивали имена своих женщин, мечтая хоть одним глазком увидеть маленькие сокровища, дочку или сына. Мамочки в ответ махали руками и показывали драгоценные кричащие свертки долгожданных малышей. И только одной пациентке никто не кричал, не приносил цветов и не просил показать ее дочь, которая, как назло, была сильно похожа на своего папашу, так запросто отказавшегося еще от неродившегося дитя. Женщина постоянно лежала и смотрела в потолок, отказываясь кормить новорожденную малышку, чем вызывало неудовольствие медсестер и недоумение у новоиспеченных счастливых мамочек. Ее звали Вали, ей было не больше 20 лет. Свою печальную историю она никому не рассказывала, поэтому оставалась непонятой соседками по палате. Поздним вечером, когда все спали, Валентина решилась на поступок, который поймет не каждый. Она набралась храбрости и быстрым шагом дошла до ординаторской. «Войдите», — сказала заведующая родильным отделением, когда в дверь тихо постучали. Перед ней предстала худенькая, рожеволосая пациентка, еще слабая от вчерашних родов. Она неуверенно прошла в кабинет и села на краешек стула. «Что случилось, Валентина?» Врач внимательно посмотрел на нее. Смутные догадки шелохнулись в ее голове. «Я хочу написать отказную на ребенка». И женщина стыдливо отвела глаза. Я не хотела его с самого начала, когда узнала, что беременна, но было уже поздно делать прерывания. Решила так, рожу и оставлю его в роддоме. «Зернина, ты в своем уме? Как можно от собственного ребенка отказываться? У тебя такая красивая доченька, заглядя не просто. Люди годами лечатся, забеременеть не могут. По монастырям и бабкам ведуньям ездят, последние деньги на ЭКО просаживают, чтобы была хоть какая-то надежда родить малыша. А ты? Родную дочь бросить хочешь?» «Да я терпеть ее не могу. Она мне всю жизнь изломала. Из-за нее меня парень бросил. Мне всего двадцать. У меня вся жизнь впереди». Валя разозлилась и перешла на крик. «Ты давай-ка ребенка в своих грехах не обвиняй. Ишь, нашлась тут кукушка. Сама-то с мамой и папой выросла. А детятке безвинному какую участи хочешь? Дом казенный, общие игрушки, горшок по расписанию пальтишка в клетку». «Я не хочу быть ее матерью!» «Да и не потянуть мне сейчас ребенка. Не смогу прокормить. У меня даже работы нет. Меня мой парень содержал. А семья вообще из дома выгнала». Отец велел на порог не ступать. Мать от меня отвернулась. Она заплакала. «Знаешь пословицу? Дал Бог зайку, даст и лужайку. Можешь здесь работать санитаркой. Вакансии есть. А за малышкой медсестры наши присмотрят. И комнатку тебе выделим. Что скажешь?» Заведующая с надеждой посмотрела на молоденькую роженицу. «Нет. Я решила. И планов менять не буду. Мне не нужен этот ребенок!» Валя потупила взгляд и сжала кулаки. «Было видно, как тяжело дается ей это решение. Ну, как знаешь. Пиши свою отказную. Бумага-то все стерпит. А через два дня ступай домой». Врач была недовольна решением Валентины. Но ничего поделать не могла. Заведующая дала Вале ручку и лист чистой бумаги. И та, быстрым неразборчивому от волнения почерком, написала, что отказывается от дочери и дает разрешение ее удочерить. Врач забрала заявление и убрала в папку. Даже не хотела смотреть в сторону предательницы своего новорожденного ребенка, жизнь которого покалечила собственная мать. На ее веку роженицы уже отказывались от детей, но она никак не могла к этому привыкнуть, да и не собиралась. «До свидания», – уходя, попрощалась Валентина. Заведующая ничего ей не сказала в ответ. Теперь в отделении появилась сирота. И эта мысль тяготила женщину. Уже через час все родильное отделение гудело о том, что одна из рожениц отказалась от новорожденного. Хотя в этой новости не упоминалась фамилия горе-матери, но вычислить ее для других молодых мамочек не составило труда. Ей не должны были приносить ребенка на кормление. И так как все указывало на Валю, никто в палате не хотел с ней разговаривать. Женщины бросали в сторону Валентины косые взгляды и перешептывались, считая ее бессердечной и эгоистичной особой. В конце смены две подруги-медсестры везли тележку с малышами на очередной осмотр неонатолога. Взгляды обеих женщин были прикованы к одному ребенку. Это была девочка с надписью зернина на резиновой бирочке. – Бедняжка, – сказала первая медсестра, заботливо поправляя малышке чепчик. – Такая крошка, а уже сиротка. – Да уж при живых-то родителях, – сердито ответила напарница. – На каторгу таких мамаш отправлять надо, и папаш тоже. Родили ребенка и выбросили как мусор. – Не говори так. Может быть ситуация трудная, что она взять дочку не может. Парень бросил, семья выгнала. Ей самой-то идти некуда, да еще и с малышкой. Первая медсестра, которую звали Алина, была менее категорична. – Ну а ты, отказалась бы от своей дочери? – ей хидно спросила вторая. – Конечно, нет, – ответила Алина и замолчала. Для нее это была больная тема. Алина не могла иметь детей. В свои 35 она ни о чем так не мечтала, как о ребенке. Но серьезная спортивная травма живота, которую она перенесла, будучи девочкой-подростком, поставила точку на ее материнстве. И теперь ей оставалось только наблюдать, как ее подруги обзаводятся детьми и тонут в счастливых семейных хлопотах. А у них с мужем вместо детей – кот и собака, на которых в полной мере изливалась нерастраченная материнская любовь молодой женщины. Муж косо смотрел, что Алина сисюкается с котом, как с ребенком или покупает для песика очередную нарядную лежанку, но молча терпел странные выходки жены. И на сколько его хватит, думала Алина, пока шла по больничному коридору. Ведь он давно созрел для детей, даже перезрел. Так завистливо смотрит на отцов гуляющих с колясками, что сердце сжимается. А ведь это все из-за меня. Докатив тележку с новорожденными до кабинета, подруги начали помогать врачу с профилактическим осмотром. Отказная малышка была полностью здорова. Она редко плакала и только хлопала большими глазенками и сжимала крохотные кулачки. Когда Алина взяла ее на руки, решила, что хочет так делать и дальше. Они будто созданы друг для друга. Мария Ивановна, Алина буквально вломилась в кабинет заведующей. У меня к вам просьба. Вопрос жизни и смерти. Да что сегодня ко мне все с просьбами-то идут? Удивилась та. Мария Ивановна, разрешите мне Маргошу к себе забрать. Какую еще Маргошу? Врач решительно не понимала, чего от нее хотят. Девочку отказную. Алину трясло от волнения. Я чувствую, что это мой шанс. Это мой ребенок. Вы же знаете, у меня не может быть детей. Она такая крошка. Я уже ее люблю, доченьку мою. Помогите. Хочу забрать малышку к себе домой и вырастить как родную. Мы с мужем будем счастливы. И у нас будет полноценная семья. Видите, я ей даже имя дала. Тогда это вопрос жизни. Заведующая улыбнулась. Хорошо, Алин. Я помогу тебе с удочерением. Считай, что девочка уже твоя. Я даже в декрет тебя отправлю. Но она должна находиться здесь, пока ей не исполнится месяц. Столько времени будут готовиться документы на отказняка. Не волнуйся, девчата за ней присмотрят. Ведь это не секрет для коллектива? Конечно, нет. Спасибо, Мария Ивановна. И медсестра, окрыленная счастьем, выбежала из кабинета, забыв прикрыть за собой дверь. Заведующая была довольна. Впервые за ее практику отказной малыш не уедет в дом малютки, а обретет семью. Алина не могла дождаться конца смены, чтобы сообщить мужу радостную новость. Она немного сомневалась, захочет ли он воспитывать чужого ребенка. Но, оказывается, переживала зря. Первым, что сказал ее мужчина, услышав сбивчивые от волнения слова, какая комната лучше подойдет для детской? Супруги еще долго обсуждали детали, касаемые ребенка и ее комфортного проживания в их доме. Так что легли они спать поздно. А ночью Алине снились погремушки, котята и маленькая Маргоша. Следующее утро было радостным. Мария Ивановна на летучке сообщила медперсоналу, что маленькую новорожденную отказную девочку хочет удочерить Алина. Заведующая попросила помочь ей в уходе за малышкой, так как девочке предстояло пробыть здесь целый месяц. Коллеги разделились во мнениях. Некоторые, и их было меньшинство, считали, что Алина совершает ошибку, забирая чужое дитя. Но большинство радостно рукоплескало решению доброй женщины. В конце заседания все решили скинуться и купить для Маргоши красивую детскую коляску. Некоторые посоветовали Алине поговорить с матерью девочки, чтобы узнать, не поменяет ли она своего решения за этот месяц. Алина вошла в палату к матери своей будущей дочери. Валя была одна и отрешенно смотрела в окно. Медсестра подумала, что лучшего момента не представится, и заговорила первой. — Валентина, здравствуйте. Я слышала, что вы отказались от ребенка. Алина замялась. — Вы не измените своего решения? — Я же сказала, что нет, — громко ответила несостоявшаяся мамаша. — Я скоро ухожу отсюда, а девочка останется здесь. — А почему вы спрашиваете? — Дело в том, что я хочу забрать малышку себе. Не беспокойтесь, она ни в чем не будет нуждаться. Я обеспечу, мы с мужем обеспечим ей счастливое детство. Только у меня к вам одна просьба. Не ищите свою дочь, когда одумаетесь. Мы все равно уедем отсюда. — Не буду. Не волнуйтесь. Мне хватило совести бросить ребенка, и хватит, чтобы потом не отбирать его у другой матери. Любите мою девочку и не рассказывайте ей никогда об этом разговоре. Пусть она считает вас своей матерью. — Хорошо. Я сохраню тайну ее рождения. Вот и договорились. — Алина улыбнулась. — Желаю, чтобы ваша жизнь наладилась, и вы встретили достойного мужчину. И Алина вышла из палаты, радуясь тому, что уже через месяц она тоже станет матерью. Мама и прекрасные девочки с золотыми волосами. Ничто не угнетает и не тянется так невыносимо, как ожидание. Алина не могла дождаться, когда же кончится этот месяц, который ей казался длинной в год. Каждый день, при каждом удобном случае, она приходила к малышке и разговаривала с ней, держа на руках. Девочка стала потихоньку узнавать Алину по голосу и замирать, когда чувствовала приближение лица своей новой мамы. А сердце Алины рвалось на куски каждый божий день, когда ей приходилось уходить домой и оставлять Маргошу на попечение дежурных медсестер. Муж Алины не отставал от жены и вовсю готовился стать отцом, читая книги о воспитании детей и делая ремонт в детской. Все приданное было давно приготовлено, а новоиспеченные бабушки и дедушки не могли дождаться встречи с внучкой. И вот этот день настал. Счастливая пара стояла на пороге своей квартиры, вернувшись из родильного дома с кричащим свертком в руках. Малышка громко возмущалась и требовала, чтобы ее вынули из душного кокона одеял. Долго просить не пришлось. Заботливые руки бабушек подхватили ценный груз и быстро развернули ребенка. Как только васильковые глаза крошки увидели лицо Алины, она успокоилась и радостно замахала ручками и ножками. Вот ты дома, доченька, красавица моя. Молодая мать была на седьмом небе от счастья. Маргоша росла доброй и жизнерадостной. Ее кукольную внешность невозможно было забыть. Вьющиеся золотые волосы, курносый носик и василькового цвета глаза никого не могли оставить равнодушным. Но не это было главным. Когда она была совсем малышкой, окружающие заметили, что девочка серьезным видом бинтовала плюшевому мишке лапу, а кукол лечила от кашля. Маленькой ложечкой вливаем в ротики дорогие мамины лосьоны и духи. Поэтому вся семья дружно решила, что Маргоша пойдет по маминам стопам и обязательно станет медиком. Они не ошиблись. Закончив школу, Маргарита выбрала единственный для себя путь, который считала правильным. Она поступила в медицинский университет, решив стать педиатром. Тяга к врачеванию и любовь к маленьким деткам сделали свое дело. Маргарита, или Марго, как звали ее друзья, стала хорошим детским врачом. К ней на прием выстраивались очереди, состоящие из маленьких пациентов и их мам, которые отказывались ждать записи по две недели и с боем пробивались к лучшему педиатру города. К тому времени родители перебрались из маленького городка, где раньше жили, в большой мегаполис. Потому что там училась их единственная дочь. Но не только это стало причиной переезда. Мама девочки опасалась, что доброжелатели расскажут девушке страшную для Алины правду и откроют тайну ее рождения, а этого любящая мать допустить не могла. Все соседи в их новом доме знали, что Алина мама знаменитого и талантливого врача и относились к ней с уважением. Материнское сердце переполняло гордость за успехи дочери. Тем более, что Маргариту пригласили возглавить детское отделение престижной частной клиники. Но девушка не захотела бросать детей из городской больницы и отказалась от должности, сулившей впечатляющие заработки и карьерный рост. «Ну ты даешь, Марго!» Возмутился ее молодой человек Валера, когда Маргарита рассказала ему о предложении. «Такими должностями не разбрасываются, знаешь ли. В клинике и статус другой будет, и зарплата в разы больше. Странно это ей-богу. Да и с финансами у вас с матерью туго с тех пор, как твой отец умер. Чего тут думать? Иди, пока зовут!» Маргарита, вспомнив про отца, сделалась грустной. Воспоминания о скорой кончине папы от инсульта все еще терзали сердце, хотя прошло более пяти лет. Если бы она тогда не улетела на симпозиум, смогла бы вовремя заметить опасность и отвести беду от дома. А сейчас оставалось только смириться с тяжелой потерей любимого человека. «Я же сказала, что не оставлю свою малышню. У их родителей нет таких денег, чтобы лечить детей по таким зверским ценам. Ты видел прайс-клиники? Это же настоящая обдираловка». «Я не могу, да и не хочу в этом участвовать. И мама мое решение поддерживает». «Знаешь, твоя мать так и не поднялась выше старшей медсестры, а могла бы стать врачом. Как говорится, было бы желание», – съязвил Валера. «Она хочет, чтобы и дочь прозябала в обшарпанной больничке». «Не смей осуждать маму. Твоя вообще в больнице не работала никогда». Маргарита начала злиться на ухажера. «Не всем врачами быть. Труд медсестер не менее важен. На их плечах десятки больных в стационарах. Думаешь, уколы и капельницы кто делает? Врачи что ли? Не знаешь, так не болтай». Валера понял, что ляпнул лишнее и решил реабилитироваться перед своей рассерженной девушкой. «Ну, прости, Маргош. Я вообще-то билеты в театр купил, а после спектакля можем посидеть вдвоем в уютном ресторанчике. Ну что, мир?» Маргарита улыбнулась. Она не умела долго дуться и обладала цельным и добрым характером, что нельзя было сказать о ее расчетливом спутнике жизни. Время близилось к полуночи. Но Алина не могла спать. Она ждала дочь с прогулки. Мать знала, что ее Маргоша увлечена Валерой, но сомневалась в искренности этих отношений. В честности дочери она была уверена, а вот в ее ухажере нет. Все-таки он был сыном одного из богатейших людей города, поэтому не верила в серьезность его намерений. С тех пор, как умер муж, который в общем-то и был кормильцем семьи, дела у Алины были так себе. Их с дочерью денег хватало только на оплату коммуналки, продукты и покупку скромных вещей. Поэтому Алина не спешила знакомиться с родителями Валерия, хотя с удовольствием принимала влюбленных у себя дома. Маргарита, в свою очередь, была вхожа в дом будущего жениха, родители которого были совершенно не против невестки врача. Наконец раздался долгожданный щелчок замка. Маргарита вернулась. Мать как была в ночной сорочке, так и пошла ее встречать к порогу. Маргуш, ну чего ты так поздно, родная? Ведь завтра на работу идти. Нужно быть внимательной, а ты носом будешь клевать. О чем только думает Валера? Разве можно девушку так задерживать в будние дни? Мамуль, ты сама не выспишься, а у тебя завтра дежурство. Валера замаливал грехи, устроил мне хлеба и зрелищ. Маргарита рассмеялась. А то, видеть или не нравится ему, что я в платную клинику не пошла, с людей бешеные деньги драть. Про разговор о маме девушка умолчала. Вот пусть женится сначала, а потом права качает, сказала мама. Хотя, если честно, не пара он тебе. Парень из богатой и влиятельной семьи с заводами, пароходами, а мы что? Обычная семья медиков-бюджетников. Да ну, мам, не девятнадцатый век на дворе, улыбнулась дочь. Ой, деточка, не зря говорят, что деньги к деньгам липнут. Как бы потом его семья не попрекала тебя нашей бедностью. Будешь у них там, как рабыня из ауры. Какая, какая рабыня? Расхохоталась Маргарита. Мам, ты что, сериалов пересмотрела. Все будет хорошо, вот увидишь. Давай-ка, пойдем в банки. Утром Маргарита встала первой и приготовила завтрак на двоих. Они вместе поели и поехали на работу в одну больницу, но в разное отделение. Не успела Маргарита зайти в кабинет и надеть халат, как к ней вбежала запыхавшаяся фельдшер скорой помощи. Маргарита Евгеньевна, к нам мальчик поступил с жалобами на боль в области грудины. Я послушала, хрипов нет. Не похоже на бронхит или пневмонию. Посмотрите, пожалуйста. Они с отцом за дверями стоят и ждут приема. К сожалению, у них даже медицинской карточки нет и при себе никаких документов. Позвать их? Кивнув головой, молодая врач попросила маленького пациента зайти. Дверь открылась, и перед взором Маргариты предстали два персонажа, словно сошедшие из сказки про Буратино. Мальчик лет восьми был весьма похож на главного героя, такой же любопытный и востроносый. А его отец – копия кота Базилио, только без очков, но в таких же лохмотьях. Базилио обнимал худенького паренька, который вовсю крутил головой и с интересом рассматривал красочные детские плакаты. «Ой!» – удивился малыш и показал на паровозик. «А у меня в детском доме была такая же игрушка». И тут Базилио вопросительно посмотрел на сына. Тот понял, что проговорился. Маргарита нахмурилась. Чутье ей подсказывало, что здесь что-то не так. Но, отбросив дурные мысли, она велела отцу раздеть мальчишку по пояс, чтобы как следует его осмотреть. Прослушав легкие, Маргарита ничего не обнаружила, но ее смутил сбивчивый ритм сердца, синюшные губы и ногти маленького пациента. Когда он оделся, Маргарита тут же повела его в кардиологию, сказав отцу остаться в кабинете и ждать ее возвращение. «Как тебя зовут?» – на ходу спросила Маргарита. «Дениска!» – ответил мальчик и запыхался. Маргарита отметила про себя, что ребенку тяжело подниматься по ступенькам и быстро идти. Они посидели на лавочке больничного коридора и пошли дальше, в отделение кардиологии, что находилось на третьем этаже. Подозрения педиатра оправдались. Ультразвук и электрокардиограмма сердца подтвердили серьезный диагноз – врожденный порог сердца. Консилиум врачей постановил, что нужна операция, иначе ребенок обречен. Когда Маргарите сообщили стоимость лечения Дениса, она пришла в ужас. Таких денег обычной семье никогда не собрать, а пока решили оставить малыша и поддерживать слабое сердечко в отделении кардиологии. Маргарита пообещала испуганному Дениске, что скоро обязательно его навестит. Теперь же предстояло сообщить печальную новость отцу. Предложив сесть, Маргарита для начала спросила, как его зовут и кем он приходится Денису на самом деле. – Вы догадались, что я ему не отец? Я понял сразу. Он потер затылок. – Меня зовут Илья, и я бомж. Так уж вышло, что я слишком принципиальный, но речь сейчас не обо мне. Дениска пришел ко мне сам, вернее, я его нашел в кустах, когда он спал. Дениска сирота. Сбежал из детского дома, потому что ему там не нравилось. Может быть, обижал кто-то. Он толком так и не рассказал, а я и не спрашивал. Знаю только, что у него родители погибли в автокатастрофе, когда ехали за ним в детский сад. А мальчишку так никто из родственников и не взял. – Но почему он с вами? Почему вы не отведете его обратно? Думаете, не отводил? Да он каждый раз возвращался ко мне и находил меня везде. Его устраивали в приемную семью. Дениска говорил, что там его обижали дети хозяев. А потом, те люди и вовсе сдали его назад, как шелудивого собачонка. Он больше никому не верит, кроме меня. А я… Я к нему всей душой прикипел, понимаете? Лучший кусочек и самые теплые носки всегда для него оставляю. Маргарита задумалась. Какая же тяжелая судьба у этого ребенка. Да еще вдобавок ко всему дал знать тяжелый недуг. И она решила спасти парнишку, чего бы ей это не стоило. Когда Илья ушел, попрощавшись с Денисом, Маргарита уже не воспринимала его, как опасного бездомного. Куда-то делась брезгливость, недоверие, а в душе зародилось теплое чувство сострадания к этому человеку. Перед концом смены решила навестить больного мальчика. Когда она появилась в палате, то увидела, как остальные дети вместе собирали пазл, а Денис сидел в уголке, обхватив руками колени и затравленно озирался. При виде ребенка в таком состоянии у девушки сердце кровью обливалось. Бедный малыш, такой маленький и одинокий в этом мире, и никто, никто не заступился, думала Маргарита. А какой он хорошенький, вьющиеся волосы, курносый носик и огромные голубые глаза. Маргарита подошла к кровати, и мальчишка вдруг протянул к ней свои тоненькие, как тростиночки ручонки. Он молча посмотрел на нее, как брошенный котенок, который, храня надежду в своем маленьком сердечке, просит о тепле среди холода и мрака. Девушка не выдержала и обняла малыша. Она ощутила неровный стук его сердца и тихие рыдания. — К этим мальчикам приходили родители и принесли им конфеты, а ко мне никто не придет, — горевал малыш. — Я всегда один да один. Даже дядя Илья меня бросил. — Он тебя не бросил, малыш, — тихо сказала врач и поцеловала ребенка в светлую макушку. — Хочешь, я буду твоей мамой? Мальчик поднял на нее заплаканные глаза, удивленно посмотрел и вытер слезы ладошкой. — А ты по правде можешь быть моей мамой? — Конечно. Кто же откажется от такого красавчика? Только нужно спросить разрешения у твоего детского дома. Маргарита хотела как можно проще объяснить больному ребенку процедуру усыновления, не вдаваясь в подробности. — А пока ты полежишь здесь чуточку, подлечишься в моей больнице. Согласен? — Ура! У меня будет мама! Дениска от радости начал прыгать на кровати, а все дети обернулись и непонимающе смотрели на странного мальчика в полосатой больничной пижаме. Вечером Маргарита прямо и без вступлений посвятила мать в свои планы. У Алины ёкнуло сердце. Ведь когда-то она сама удочерила Маргошу совсем крошкой, забрала ее прямо из роддома. Алине было интересно, что же стало с биологической матери ее дочери? Жива ли она? И в то же время она боялась встречи с ней. А вдруг женщина захочет увидеть свою дочь? И Алина с ужасом посмотрела на Марго. Та заметила выражение лица матери и неправильно его истолковала. — Мам, как ты можешь? Почему у тебя такое недовольное лицо? Ты не хочешь, чтобы я усыновила Дениску? — Да что ты, доченька, просто мысли разные разные лезут в голову. А мальчика мы воспитаем. Усыновляй, я помогу тебе. Да и кто знает, когда ты соберешься меня внуками наградить, а тут готовый и пеленки стирать не надо. Мать и дочь засмеялись и обнялись. Маргарита радовалась, что родной человек принял ее сторону и понял порыв ее души. Теперь дело оставалось за малым. Нужно было срочно выйти замуж. — Мам, ты говорила, у тебя знакомая в ЗАГСе работает. Может она нас с Валерочкой по-быстренькому расписать? — Ну ты даешь, дочь. Ты у Валеры-то хоть спросила, согласен он тебе жениться, да еще мальчонку в нагрузку брать. — Мам, у них такой огромный дом, что они Дениску даже не заметят. Жалко им, что ли, будет лишнюю чашку супа ребенку налить? Да у них рысь больше нас с тобой вместе взятых съедает. То рысь, а то ребенок. Ой, смотри, как бы не сбежал от тебя жених твой. Богачи не привыкли делиться с чужими. Маргарита не ответила, а только рассмеялась. Она была уверена в своем Валере. На следующий день Марго первым делом навестила маленького пациента. А он как будто ее ждал. Сидел в коридоре на лавочке и вглядывался в двери, ведущей на лестницу. — Вот, пытался убежать, вас искать. Дежурная медсестра пожаловалась Маргарите. Говорит, что вы его мама. — Так и есть. Скоро я и стану, — ответил врач и подозвала к себе Дениску. — Пойдем, посмотрим, что я тебе принесла. И Маргарита отдала малышу огромный кулек с угощениями и игрушками. Поделись с ребятами. Мальчишка убежал в палату весь красный от распиравших его радости и счастья. Через пару часов все в больнице знали, что знаменитый педиатр решила усыновить смертельно больного мальчика, которого привел в больницу самый настоящий бомж. Многие ее не понимали, считая, что Маргарита взваливает на себя слишком большой груз ответственности. Другие же говорили, что это благородно с ее стороны. Дома она может поддерживать его здоровье, пока не найдет деньги на операцию ребенку. А зная упорство Маргариты, она сможет добиться своего. Словом, на следующее утро Дениска проснулся знаменитым на всю больницу и даже город. На него приходили посмотреть доктора из других отделений. Всем было интересно, что это за ребенок такой, что им так заинтересовалась ведущий педиатр города. Вечером Валера должен был вернуться из деловой поездки по Германии. Он позвонил Маргарите и попросил встретить его в аэропорту. Девушка решила воспользоваться моментом и сделать парню предложение. Марго встречала своего молодого человека с цветами и огромным желанием выйти замуж. Когда ее любимый показался с чемоданом в руке, она подбежала к нему и бросилась на шею. Парню льстел, что он так важен Маргарите, поэтому снисходительно ей улыбнулся. — Меня всего три дня не было. Неужели так соскучилась? — Ты не представляешь, сколько всего произошло за эти три дня, Валер? Я скоро стану мамой. Давай поженимся? Маргарита выпалила парню все разом. — Как это станешь мамой? Разве ты в положении? Парень напрягся. — Вот ему как раз отцом становиться не очень-то и хотелось. — Нет, я хочу мальчика усыновить. Ему восемь лет, и он очень болен. А еще ему нужна дорогая операция, такие делают в Германии. Как удачно, что ты прилетел оттуда. Сможешь договориться с партнерами о помощи малышу. Маргарита решила вывалить на Валеру всю информацию прямо сейчас. Сил терпеть больше не было. — А распишут нас быстро. Мама договорилась. — Значит, мама договорилась. А меня спросили, хочу ли я как муха по-быстренькому жениться. — Зачем мне этот ребенок, когда у меня будут свои дети, надеюсь, когда-нибудь? Ты с ума сошла? — Но у него нет родителей. Он сбежал из детского дома, потом жил с бомжом, лишь бы не возвращаться обратно в приют. Это просто ребенок. Одинокий, больной малыш. Но помоги мне. Мы все равно когда-нибудь бы поженились, ведь так? — Так-то оно так, — недобро посмотрел Валера. Только никакого бомжонка я кормить не хочу. Мне и собственных-то детей пока рано иметь, а ты бродячих подсовываешь. — Нет, не выйдет, милочка. Ищи дурака в другом месте, а я для себя пожить хочу. — Вот пойду и найду! — крикнула Марго и швырнула цветы прямо в лицо оторопевшего Валеры. По дороге домой Маргарита больше думала не о том, что потеряла жениха, а о маленьком Дениске. Что теперь с ним будет? Если его вернут в приют, он медленно угаснет бесквалифицированной медицинской помощи и операцией. Ее сердце разрывалось от горя и несправедливости, а в душе появилась злость к Валере, который оказался жадным и равнодушным человеком. Как же она в нем ошибалась? Марго попросила таксиста сменить направление и высадить ее у больницы. Был поздний вечер, старый сторож давно закрыл двери. Маргарита хотела подойти и нажать на кнопку вызова, как ее кто-то окликнул по имени. Это был Илья, который уже не походил на прежнего Базилио. Парень побрился и надел довольно приличную одежду. Вы изменились, я вас даже не узнала. Илья словно преобразился. Он стал выглядеть моложе и, как заметила Маргарита, оказался довольно симпатичным молодым человеком. Меня не пустили к Дениске. Парень был явно расстроен. Сказали, что я ему никто. Может, вы поможете нам повидаться? — Конечно, — ответила Маргарита и нажала кнопку вызова. — Только недолго, а то мне попадет. Дверь открыла санитарка, и молодые люди вошли внутрь. Осторожно продвигаясь по тускло освещенным коридорам и стараясь не шуметь, чтобы не разбудить детей, Маргарита и Илья зашли в палату к мальчику. Он не спал, а тихо лежал и разглядывал потолок, по которому витали причудливые тени от веток ясеня за окном. Маргарита, крадучись, подошла к кровати, поднесла палец к губам, показывая, что нельзя шуметь, и тихо вывела Дениску в коридор. Мальчуган сразу узнал Илью и радостно бросился к нему, обнимаясь за шею. — Наконец-то ты пришел! Я тебя ждал! Где ты был? Пока друзья общались, сидя на больничной лавочке в коридоре, Маргарита зашла в ординаторскую и ознакомилась с назначениями кардиолога для Дениса. Прогнозы были все такие же неутешительные. Хоть мальчика и поставили в очередь на бесплатную операцию, квота была слишком ничтожна для такого количества больных детей, а у Дениски столько времени не было. Ясно было, что Валера денег на операцию не даст. Так что нужно было сделать так, чтобы хотя бы последнее время малыш был счастлив. И тут в ее голову пришла безумная идея. Подождав, когда друзья-товарищи распрощаются и довольная Дениска уйдет спать, Маргарита решила поговорить с Ильей. Она начала с главного. — Послушайте, Илья, вы хотите, чтобы Денис был счастлив? — Ну что за глупый вопрос, конечно хочу. — Тогда женитесь на мне. — выпалила Марго и посмотрела на мужчину изучающим взглядом. — Вот это поворот! — удивился он. — Я, конечно, мог бы, но зачем? Маргарита вкратце поведала ему свой план и нетерпеливо ждала ответа. — Хорошо, я согласен. Мы даже можем потом развестись, после того, как Дениска будет усыновлен. Но у меня есть одно условие. — Какое? — Давайте перейдем на «ты». — Давай. Маргарита была удивлена. Она была подумала, что парень попросит денег за услугу, но он просто захотел с ней общаться как друг. Ей стало приятно, и она улыбнулась. Маргарите захотелось сделать что-нибудь хорошее для этого человека. И она предложила ему пойти в ближайшее кафе, чтобы накормить телью горячим обедом. Уютное заведение и приглушенный свет ламп располагали к разговору. Девушка немного рассказала о себе и захотела узнать побольше о своем будущем муже, хоть и фиктивном. — А нечего рассказывать. Я ведь, как и Дениска, рос в приюте. Наверное, потому и принял мальчишку как родного. Бродега вздохнул. — Помню только, как в приют меня привел отец. Привел и оставил меня, трехлетнего малыша, прямо у сторожа. Я ревел, звал мать и отца, но никто не пришел меня спасти. И такой, как ты, доброходке не попалась, чтобы исправить мою судьбу. Потом я сбежал, связался с дурной компанией. Дальше условка, затем случайные подработки и скитания по общагам. Ну, а что теперь, сама видишь. Но исправиться никогда не поздно. Для начала можем оформить тебя завхозом к нам в больницу. Я договорюсь. Тебе комнату выделят. Все будет хорошо. Илья согласился. После кафе они договорились встретиться через пару дней и разошлись каждый в свою сторону. Маргарита домой, а Илья в старую полуразвалившуюся дачу на окраине города. Утром Марго проснулась полная сил и желания созидать. Ведь сегодня они с Ильей подадут заявление в ЗАГС, а там и рукой подать до усыновления Дениски. Благо, у матери было много знакомых в нужных организациях, накопленных за ее медицинскую карьеру. Приподнятое настроение испортил Валера. Он позвонил и предложил встретиться. Маргарита решила выслушать его извинения, но не тут-то было. Говорят, ты встречалась с тем бомжом? На повышенных тонах начал говорить бывший жених. Не отпирайся, вас видели в кафе. Я не собираюсь отпираться. Да, мы встречались и обсуждали предстоящую женитьбу. Маргарите было интересно, как на такое известие отреагирует Валера. Ты обалдела совсем? Уже бомжей собираешь, чтобы бездомыша усыновить. Как так можно? Оказалось, что этот бомж намного порядочнее и человечнее некоторых интеллигентов, как кое-кто любит себя называть. С головой надо дружить, ты себе всю репутацию испортишь. А знаешь, я ведь могу перестать быть интеллигентом, как ты говоришь. Если свяжешься с этим бомжом, пеняй на себя. Будет ему небо в клеточку. Не переживай, за что посадить его найдется. И мальчишка твой так и останется в приюте. Выйдешь замуж за меня, помогу пареньку с операцией. Так что выбирай, или я, или бомж. Кто бы мог подумать, что я буду стоять на одной доске с каким-то вонючим бездомным. Прям унижение какое-то. Давай думай, у тебя две минуты. Маргарита была ошарашена такой грубостью со стороны парня и приперта к стенке жестким предложением Валерия. Это был самый настоящий шантаж. Но ей ничего другого не оставалось, как согласиться. Хорошо. Но свадьба должна быть в этом месяце. А регистрация брака пусть будет выездная. Чем быстрее все кончится, тем лучше. Выходной был напрочь испорчен хамским поведением Валеры. И чтобы не появляться у Дениски с угрюмым лицом, Маргарита решила немного прогуляться по набережной. Теперь нужно было все рассказать Илье и маме. Номера телефона Ильи она не знала, да и неизвестно было, есть ли вообще у бомжей телефон. Так, размышляя о разговоре с Валерой и о судьбе мальчика, Маргарита не заметила, как добрела до дома. Алина увидела дочь с балкона. По неуверенной походке и растерянному виду дочери она поняла, что что-то случилось. Слишком хорошо знала свою девочку. — Ты здорова? С Денисом все хорошо? — нетерпеливо спросила Алина. — Мам, ты чего так разволновалась? Все живы-здоровы. Просто я через месяц замуж выхожу. — За Илью? — так ты это уже говорила. — Нет, за Валеру, будь он неладен. — Дочь, как так можно женихов каждый день менять? — Ничего я не меняла. Валера мне сделал предложение, от которого я не смогла отказаться. И Маргарита тяжело вздохнула. Алина поняла, что ввязываться в эту историю ей не следует, поэтому решила помочь дочери подготовиться к скорой свадьбе. С родителями Валерия Алина не была знакома лично. У отца и матери жениха был совместный бизнес, поэтому они были постоянно заняты или находились в разъездах. Да, Алина и сама не стремилась ближе общаться с богатыми будущими родственниками, поэтому эта занятость была ей на руку. Как-то Алина призналась дочери, что она попросту стесняется родителей Валеры. Ведь она простая медсестра и не умеет подать себя в высшем обществе, да и не горит желанием там вращаться. А теперь предстояло встретиться с ними на свадьбе, которая обещала быть пышной и вычурной, где будут присутствовать только нужные люди. А этого женщина терпеть не могла. Алина не могла похвастаться кругленькой суммой на счете как будущие родственники, но все же хотела внести свою липту в организацию церемонии бракосочетания. Когда дочь узнала, что мама хочет израсходовать на свадьбу все свои скромные сбережения, Анна очень рассердилась и попросила не тратиться, так как все расходы берет на себя сторона жениха. Ее же деньги будут как капли в море, никто даже и не заметит. Тогда Алина решила подарить молодоженам необычный подарок, который будет напоминать им об этом памятном дне. Она не пожалела денег и заказала в качестве подарка два маленьких молодых деревца. Дуб, который будет олицетворять жениха как символ стойкости и защиты и плакучую березку, как образ хрупкой и нежной невесты, которая нуждается в заботе и крепком плече мужа. Она знала, что у Валеры есть дом, а скоро появится еще и сын и по обычаю останется посадить дерево. А чтобы Маргарита не увидела подарки матери заранее, Алина попросила подругу временно взять их к себе на дачу. И вот настал свадебный день. Почему-то Маргариту не захлестнуло волнение, как это бывает у других невест. С утра она сходила в больницу, чтобы проведать Дениску и погулять с ним в ближайшем парке. Затем, сделав прическу на скорую руку и нанеся легкий макияж, Маргарита надела свадебное платье, которое ей выбрала мать Валеры, и стала ждать свадебного кортежа. Пока эскорт ехал до места проведения церемонии, Маргарита думала о том, где сейчас мог бы находиться Илья, и еще о мальчике, жизнь которого зависит только от нее. Ей хотелось поскорее закончить этот свадебный балаган и подать документы в органы опеки на усыновление малыша. Когда молодоженные появились в богато украшенном ресторане, регистратора из ЗАГСа еще не было, поэтому гостями было решено сесть за столы. Места для родителей жениха и невесты располагались напротив друг друга. — Ну, хоть наконец познакомлюсь с теми, кому доченьку мою отдаю, — подумала Алина, вспомнив и о покойном муже, который не застал такого знаменательного события. Алина заметила, что Валера был больше похож на отца, чем на мать, которая была намного моложе своего мужа. Женщина посмотрела на Алину и кивнула головой в знак приветствия. — Какие знакомые глаза и рыжие волосы! — успела подумать Алина. И тут ее поразило осознание того, кто сейчас перед ней сидит. Это была настоящая мать Маргариты, та, что когда-то безжалостно бросила только что родившееся дитя. — Боже мой, так значит, Валера — брат моей Маргоши? Сердце женщины ухнуло вниз, а к горлу подступил комок. Алина встала. Она была в ужасе от происходящего. — Свадьбы не будет! — крикнула она и закрыла лицо руками и словно встретилась со своим давним кошмаром. Все присутствующие смотрели на Алину как на ненормальную. — Мам, что случилось? — к ней подбежала дочь в свадебном платье. — Доченька, ты не можешь выйти замуж за этого человека. Пойдем домой Алину била мелкая дрожь, а пульс стучал где-то в висках. — Неужели это происходит сейчас с нами? — невидящим взглядом Алина обвела озадаченных гостей. — Ну и тещенька мне досталась, — не сдержался Валера. — Не смей так говорить, — возмутилась Марго и влепила жениху звонкую пощечину. — Мама, объясни, что случилось? — Маргарита ждала объяснений. Но Алина лишь плакала и не могла связать и пару слов. Пока жених тер, покрасневший от удара щеку, он услышал глухие рыдания рядом с собой. Теперь началась истерика у его матери. Приглашенные на свадебную церемонию недоумевали, почему вместо того, чтобы радоваться, обе матери ревут, как белуги. Им было невдомек, что одна женщина боялась потерять дочь, а другая плакала от радости, что наконец-то нашла ее спустя 27 лет. Первой от шока очнулась мать Валерия. Она подошла к Алине и обняла ее. Та все поняла без слов. Потом женщины, не сговариваясь, взяли за руки своих удивленных детей и отвели их в отдаленный кабинет директора ресторана. — В чем дело? — негодовал жених. — Да что с вами обеими? Почему вы так себя ведете? Перед гостями уже стыдно. Объясните, наконец, что происходит? — Мам, ты в порядке? Тетя Валя, что случилось? Почему вы не хотите, чтобы мы поженились? — А она тебе не тетя, — вытирая слезы сказала дочери Алины. — Валентина, твоя мать. Маргарита посмотрела на ту, которую долгое время считала мамой Валеры и своей будущей свекровью. Полученная информация казалась для нее дикостью и не укладывалась в голове. Девушка с ужасом смотрела на своего жениха. Первым осознание чудовищной ситуации дошло до Валеры. — Это я что, на собственной сестре сейчас чуть не женился? Парень был в шоке. Он схватился за голову, закрыл глаза и не мог принять этот факт. — Она тебе не сестра. — Коротко, тихо сказала Валентина. — Ты был маленьким, когда мы с твоим отцом поженились. Вот почему у нас нет фотографии, где я держу тебя новорожденного. А твоя настоящая мама умерла в родах. — У меня нет больше детей, кроме Марго. Прости, сынок, что не говорила тебе. Я же виновата в том, что отказалась от своего родного ребенка и хотела загладить вину тем, что стала матерью другому малышу. — Маргарита, прости и ты меня. Валентина встала перед дочерью на колени, обняла ее ноги и заплакала. — Мама, встань, — мягко сказала Маргарита Валентине. Услышав, что ее назвали мамой, женщина так и осталась сидеть у ног, когда-то брошенной ею дочери, и смотрела на нее снизу вверх, замерев от счастья. Маргарита присела и обняла ее. — Я тебя прощаю, мама, — тихо сказала девушка. — Ты сделала, что сделала. Что теперь вспоминать? Я росла в хорошей семье и купалась в любви своей матери. Маргарита посмотрела на Алину и протянула ей руки. — Спасибо, мамочка, за все. Ты спасла меня и дала даже больше, чем могла себе позволить, отдавая последний кусок хлеба. И я счастлива, что теперь у меня две мамы. Алина подошла, и они обнялись. Три женщины плакали на взрыв, а Валера, отбросив напускную важность, побежал за водой валерьянкой, чтобы хоть как-то успокоить родных. Надо же, как бывает, — думал на бегу парень. Немного успокоившись, Маргарита и две ее матери стали рассуждать о совместном будущем. Надо было как-то привыкать друг к другу и знакомиться заново. Когда в кабинет вошел отец Валерия, ему тоже рассказали всю историю от начала до конца. Мужчина оказался крепче, чем они, а потому свадьбу решили отменить. — Валерочка, — Маргарита тепло улыбнулась, обращаясь к бывшему жениху. — Я не люблю тебя, как мужчину. Да ты и сам, наверное, это понимаешь. Зато люблю, как названного брата. И они обнялись. — Если бы не мама Алина, я бы росла в приюте, как Илья и Дениска, — подумала Алина. — Ой, а ведь про них-то я и забыла. Когда гости разошлись, большая семья села за стол и первым делом хорошенько подкрепилась. За разборками, кто чей родитель, они даже не попробовали роскошных закусок, а потому были жутко голодны. Маргарита с удивлением обнаружила, что новые родственники сердечно приняли в семью не только ее саму, но и маму Алину. — Мама Валя, мне нужна твоя помощь, — начала Маргарита и многозначительно посмотрела на Валеру. — Тот сразу понял, о чем сейчас пойдет разговор. — Все что угодно, родная, — ответила Валентина, радуясь, что дочь простила ее и признает своей матерью. — У меня есть знакомый маленький мальчик. Он сирота, и ему нужна срочная операция в Германии. И еще я хочу его усыновить, поэтому мы так скоро хотели с Валерой пожениться. — Я все сделаю, только скажи, что нужно. Дай мне контакты врачей и номер счета клиники. Постой, у меня что, будет внук? И Валя засмеялась. Она была счастлива. В семье давно не звучал детский смех. Женщина соскучилась по приятным семейным хлопотам. У Маргариты словно камень с души упал. Ей помогут. Дениска будет спасен. Теперь остается найти Илью и сообщить ему важную новость. А в этом ей поможет названный брат. — Ну что ж, придется мне искать детька, — посмеялся Валера, услышав просьбу сестры. — Хорошо, займусь поисками завтра же. Все вместе договорились на следующее утро посетить маленького пациента в больнице. А Валере поручили разыскивать пропавшего Илью по заброшенным дачам. Когда Маргарита и ее новые родственники вошли в палату, то обнаружили мальчика стоящим у окна. Он явно кого-то очень ждал. Услышав звук множества шагов, он повернулся и все увидели его заплаканное личико. Маленький и хрупкий мальчонка подбежал к Маргарите. — Где ты была так долго? Я ждал-ждал. Подумал, что ты передумала. Ильи тоже нет. Он давно не приходил. — Прости меня, сыночек. Я тут замуж выходила, но у меня ничего не вышло. Зато я нашла еще одну свою маму. И теперь у тебя будет целых две бабушки. Смотри, вот они. Дениска выглянул из-за плеча девушки и пристально посмотрел на двух улыбающихся женщин. — Вы мои бабушки? И вы будете меня любить? — Конечно, малыш. Обе женщины подошли к ребенку и обняли его. — Собирайся, сынок. Маргарита еле сдерживала слезы. — Ты едешь жить ко мне. Навсегда. — Ого! Слышали? За мной мама приехала! — сказал радостный мальчагон, обращаясь к ребятам. Он быстро стал надевать старенькие штанишки и курточку. Собирать ему было больше нечего. Все его вещи были на нем. Через три дня пришел вызов на имя Дениса из немецкой клиники. Лучшие доктора готовы были прооперировать мальчика и давали оптимистичные прогнозы. Сборы и проводы были недолгими. Время поджимало. Пока Маргарита и Дениска проходили реабилитацию, Алина гостила в доме Валентины, которая оказалась радушной и доброй хозяйкой. Женщины подружились за это время. И вместе они дожидались возвращения их единственной дочери и внука. — Бабушка, я прилетел, я соскучился! — кричал на бегу счастливый мальчик. Алина и Валентина переглянулись. Они не знали, к кому именно обращается внук. Они обе, не сговариваясь, прибавили шагу, надеясь, что слова мальчика обращены именно к одной из них. Но их сомнения были развеяны, когда Дениска, подбегая, радостно схватил каждую из них за руку. Женщины переглянулись. На этом их соревнование закончилось. Малыш любил их одинаково сильно. Маргарита же, наблюдавшая эту немую сцену, лишь покачала головой и подумала. Как маленький, ей-богу! Но она была счастлива, что бабушки так хорошо приняли Дениску. Ведь его невозможно было не любить. Жизнерадостный малыш дарил окружающим только радость. Вечером на праздничный ужин по случаю возвращения Маргариты и Дениса заехал Валера, чтобы поздравить племянника с выздоровлением. Также он принес новости, которые касались пропавшего Ильи. А оказалось, что молодого человека давно нет на тех дачах, и где он сейчас находится, никому не известно. Эта неприятная новость расстроила Маргариту. Она боялась, что больше не увидит своего милого бродягу. Только сейчас она поняла, как сильно ей не хватает этого человека, который оказался ей ближе, чем она думала. Поздно вечером, когда в доме все спали, раздался звонок на домашний телефон. Им редко звонили на городской номер, поэтому сонная Маргарита с трепетом взяла трубку. — Алло, это квартира Маргариты Романовой? — спросил приятный мужской голос. — Да, я вас слушаю, — испуганно ответила девушка. — Она всегда боялась ночных звонков. Обычно они не предвещали ничего хорошего. — Марго, это Илья. — в трубке замолчали. — Извини, что так долго не приходил и не звонил. Я попал в больницу, а потом меня нашел отец. Вот такие дела. — Какой отец? Твои родители погибли, кажется, — удивилась Маргарита. — Это долгая история, — сказал голос в трубке и на секунду замолчал. — Если моя судьба тебя хоть чуточку интересует и ты неравнодушна ко мне, то давай встретимся завтра в десять утра в том же кафе. — Как себя чувствует Денис? — С ним все в порядке. Ему сделали операцию. Я рада тебя слышать. Я обязательно приду. Попрощавшись с Ильей, Маргарита еще долго не могла уснуть. Она думала о неожиданном ночном разговоре. Было странно слышать по телефону голос человека, ставшего ей небезразличным. Но в душе Маргариты запорхали бабочки. — Похоже, я влюбилась, — подумала она. И сон наконец сморил ее. Утром Марго проснулась бодро и полной сил, несмотря на то, что спала всего несколько часов. Наспех уложив волосы и выбрав наряд, в котором она пойдет на свидание с Ильей, Маргарита выпорхнула из квартиры, оставив Дениску на попечение мамы. Когда она зашла в кафе, то не обнаружила старого знакомого, а потому направилась за первый попавшийся свободный столик. — Марго! — девушку окликнул мужской голос. Она покрутила головой и не могла понять, где тот находится. Голос принадлежал Илье, но где же он сам? И тут девушка заметила, что какой-то молодой мужчина приветственно поднял руку, зовя ее присесть с ним. Человек тут выглядел безукоризненно. Он был одет с иголочки в шикарный костюм, на его руке дорогие часы, а прическа волосок к волоску. Он встал и широко улыбнулся, сжимая в руке роскошный букет из росы маргариток. Только сейчас она узнала в нем Илью. У парня были те же добрые глаза и глубокий взгляд. — Илья! Боже мой! Ты так изменился! Что случилось? — Я думала, ты погиб или попал в места не столь отдаленные. Дениска очень переживал, когда не дождался тебя в аэропорту перед вылетом. Мы с Валерой искали тебя. — А, — печально протянул парень, — с твоим мужем. — Нет, я не вышла замуж. Он мой названный брат, а его мама оказалась моей биологической матерью. Вот такая история, — рассмеялась Маргарита. — Ничего себе! Обрадовался этому Илья. — Значит, теперь у тебя две мамы? Ты не поверишь. А я тоже нашел отца. Вернее, он меня нашел. Еще до того, как я с пневмонией попал в больницу, про меня какие-то журналисты сняли короткий репортаж. Такой небольшой сюжетик о бездомных людях. И там говорилось о том, как мы с Дениской жили в заброшенном домике. Репортаж попал на новостной канал, который в это время смотрел мой отец. Представляешь? Узнал меня, потом стал искать. Пришел ко мне в больницу и забрал к себе. — Ничего не понимаю. — Так ведь он умер, ты же сам говорил. Маргарита не верила своим ушам, слушая сбивчивый рассказ Ильи. — Я тоже так думал. Мне так сказали воспитатели в детдоме. Но не все так просто. Оказывается, когда я был совсем маленький, его допекала мафия, чтобы он отдал им свой бизнес. Сначала они убили мою маму, а потом пообещали разделаться и со мной. Поэтому-то отец дал меня в приют под другой фамилией. Отвел, договорившись, что я буду находиться там не больше месяца и пошел мстить за жену. — И что, отомстил? — тихо спросила Маргарита. — Отомстил. Но его нашли и посадили на десять лет в тюрьму, свалив всю вину на него. Некоторые его друзья выкрутились, сделав отца крайним. А потом меня перевели в другой детский дом, из которого я благополучно сбежал. Я не хотел мириться с несправедливостью директора. И отец потерял все ниточки. Он продолжал искать меня все эти годы, но безуспешно. А тут раз. И новости про его сына-бомжа, который вдобавок приютил маленького сироту. А теперь я живу у него. И он знакомит меня с работой своей компании. Марго и Илья долго смеялись и радостно делились всем, что произошло с ними за это время, ничего друг от друга не скрывая. Время бежало быстро. За окном наступил вечер. Они не заметили, как за разговорами и вкусным обедом прошел весь день. Маргарита уже собиралась уходить, но вдруг за ее спиной тихо заиграла скрипка знакомую нежную мелодию. Девушка заслушалась. Она смотрела, как скрипачи виртуозно водят смычком. Когда повернулась обратно, перед ней Илья на вытянутой руке держал перед собой красную бархатную коробочку. Сердце девушки сжалось и ухнуло куда-то вниз. — Маргарита Романова, хочешь ли ты стать женой бывшего бомжа, а теперь человека, который полюбил тебя всем сердцем, как только увидел? Илья смотрел прямо, и губы его дрожали от волнения. — Конечно, хочу. Я уже второй раз пытаюсь выйти за тебя замуж, но только сегодня уже по любви. Маргарита улыбнулась и протянула руку. Илья надел на ее палец изящное колечко из белого золота с крупным бриллиантом чистейшей воды. Маргарита замерла. Она никогда не видела такой роскоши, а уж тем более не думала, что когда-нибудь будет ее обладательницей. — Рит, я буду рад представить тебя моему отцу, Николаю Петровичу, а он будет рад тебе. И знаешь, почему? — хитро спросил парень и улыбнулся. — Почему? Девушка была удивлена, что отец Ильи мог что-то о ней говорить, даже не зная ее. Отец сказал, что если девушка хотела выйти замуж за бомжа, то ее нужно хватать и бежать. И Илья с Маргаритой рассмеялись. Когда пара предстала перед многочисленной родней и объявила всем о помолвке, то радости обеих матерей Маргариты не было предела. Отец Валера узнал, что Илья – сын его давнего партнера по бизнесу, доля которого в производстве была гораздо больше, чем у него самого. Это известие стало приятным бонусом и для Алины, которая внутри себя глубоко переживала, когда месяц назад ее дочь сообщила, что выходит замуж за самого настоящего бродягу. Теперь же она была несказанно рада, что ее Маргоша находится в надежных руках. Свадьбу сыграли в тесном семейном кругу на берегу Черного моря. Денис, который никогда не видел моря, был в полном восторге. Он бегал по кромке воды, гоняясь за чайками и собирал ракушки. Его будущие родители, увидев, как мальчику идет на пользу морской воздух, решили купить здесь домик, чтобы большая семья могла приезжать на отдых летом. Эта идея была горячо воспринята Алиной, которая обожала южное взморье, но не могла раньше себе позволить чаще на нем бывать. А еще через два месяца Дениска стал официальным старшим сыном Маргариты Ильи. Его мама в скором времени собиралась подарить ему сестренку, а пока их новорожденная семья, сидя на теплом песке, наслаждалась шумом морского прибоя и мягким теплом южного солнца. Когда Маргарита, Денис и Илья вернулись из отпуска, то их ждал сюрприз. Уютный дом, который заботливые родители подарили своим многострадальным детям. А в саду того дома тихо шелестели листьями маленький дубок и березка, символы их бесконечной любви. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Спасибо заранее.